Привет, бойцы! Меня зовут Антон. Сегодня поговорим о страхе, о том, как победить страх перед боем. Мне многие спрашивают, как победить страх, как не бояться. Я выхожу на бой, и вот как же мне так сделать, чтобы я не чувствовал страх. Есть разные причины этого страха. Кто-то боится, что друзья придут, родные, близкие. Кто-то боится, что именно самого боя, что выйдет противник и будет бить, то есть ударов бояться. То есть разный страх, но по сути дела здесь одно и то же лекарство для всех этих видов страха. Работа, тяжелая работа, кровь и пот. На тренировке выкладываться на все 100, не просто физически, но и морально. Заставлять себя работать, не останавливаться. Если вы решили выходить на соревнования, боксировать, то вы обязаны тренироваться тяжело. Как мой тренер говорил, когда тренируешься, когда ты тренируешься, то есть в другом зале какой-то парень, который тренируется для того, чтобы победить тебя. Поэтому, если вы решили выступать, будьте добры, выкладывайтесь на все 100. Иначе нет смысла выходить вообще в ринг. Тренируйтесь для себя и не пытайтесь выходить куда-то. Начал делать, так делает все до конца. И я схожу по себе, когда я боксировал, я так же хотел побеждать, я так же не хотел проигрывать. Но иногда поражения случаются. И что очень важно, что вы должны требовать от себя. Вы от себя должны требовать не победы, а вы должны требовать от себя выложиться на все 100. Сделать все возможное, что в ваших силах. Иногда вы не можете выиграть, вы должны это понимать. Когда есть противник на три головы выше, я когда-то расскажу вам про свои небольшие поражения, которые не были. Они у всех есть, которые вас очень сильно учат. И поражения намного сильнее вас продвигают, чем победы. Поражения, именно поражения вас мотивируют. Поэтому иногда вы можете проиграть, но вы не можете сделать не до конца что-то. Вы должны сделать все, что можете. Вы должны сделать все, что в ваших силах. И именно такое задание нужно перед собой ставить. Вы ходите на бой, и вы должны сделать все, что можете. И тогда никто вас не осудит. Ни вы сами, ни кто-то, либо другой. А если вы на тренировках не доработали, если вы где-то филонили, тренер на вас смотрит, вы билете во все. Все, тренер отвернулся, а вы отдыхаете. То этот отдых сразу же вам вспомнится в тяжелый момент. Когда перед боем вам будет немножко вот этот мандраж начнется. И сразу же эти минуты отдыха вам будут вспоминаться. Поэтому когда вы тренируетесь тяжело, когда вы морально устаете, физически устаете, тогда и вы более спокойны перед самим боем. А страх это нормально. Первые бои всегда страх выше, чем последующие. Но страх всегда есть. Но если у вас нет страха, значит что-то с вами не так, и вы за это поплатитесь. Поэтому побеждайте свой страх. Страх не должен вас сковывать. Вы должны использовать его в благо, мобилизировать силы, выходить и делать все, что возможно и все, что есть в ваших силах. Также есть другие методики победы страха, уменьшения его, для того, чтобы не перегорать. Если вам будет интересно, я расскажу об этом в следующих видео. Ну а на этом все. Надеюсь, что видео понравилось и будет полезно для вас. Становитесь сильнее, тренируйтесь, будьте на позитиве, улыбайтесь, берите радость близким. С вами был Антон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok